Свежий воздух, спорт и немного экстрима. Ночное ориентирование проходило в Слободском в четвертый раз. Строго говоря, оно больше вечернее, нежели ночное. Старт мероприятию был дан в 19 часов. Но рано сгустившиеся сумерки позволили участникам ощутить всю прелесть туризма в темное время суток. На трассе я это уже второй раз. В прошлом году участвовала трасса похожая, очень сложная, потому что снег по снегу, очень сложно бежать. Но в принципе преодолимая. Я стартовала тогда восьмая, и было очень страшно, потому что бежишь и никого не видно. И танцплощадка была одни сучья, было сложно найти КП. Это было намного легче, потому что трасса узнаваема стала. Сразу в голове узнается, куда сразу бежать, не надо тормозить на месте, смотреть куда дальше бежать. Немного страшновато, что потеряться можно, но КП все равно видно. На самом деле, хотя не до всех контрольных пунктов было легко добраться, потеряться нельзя. Трасса ограничена территорией городского сада. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Слободской станции юных туристов. Автор идеи Александр Корсенюк, некогда воспитанник станции. Я вышел с предложением к Юрии Сергеевне, что давайте проведем такие соревнования у нас в Слободском, и год от года любителей ночного ориентирования становится все больше. В ночных соревнованиях проводятся не так часто. Если дневные у нас довольно-таки представлены в большом количестве, как в городе, так и в области, то ночные, они проводятся реже. Ну и, конечно же, ночное ориентирование – это совсем другой вид. Если днем мы видим все объекты на местности, то есть тропинки мы просматриваем, какие-то там тонкости рельефа можем просмотреть, то ночь все эти моменты скрывает, соответственно, ориентирование усложняется. К сложностям трассы я бы отнес также дистанцию, она в этом году довольно-таки интересная. Мы первый раз проводим ориентирование, как я уже сказал, в формате, ну, скажем так, заданное направление бабочка, то есть участники через одно КП проходят несколько раз. Педагог детской и юношеской спортивной школы, участник подобных соревнований со стажем Валентина Костылева в этот раз здесь в качестве тренера. На трассе 20 ее воспитанников. Трасса не очень сложна, но усугубляет то, что снег, холодно. Если было сухо, без снега было бы, может быть, даже поинтереснее. А так сейчас будут тропинки. Первые протоптали, вторые по ним. Но вид очень интересный. Ночное ориентирование всегда нравилось. Один раз стартовала в Порошинском Бору, и так получилось, что контрольный пункт стоял в стороне довольно далеко. И я там оказалась почему-то одна, ни одного фонарика вокруг не светилось. Мне было довольно страшно. Соревнования по ночному ориентированию в городе проходят дважды в год, осенью и зимой. Из-за раннего снега эти старты невольно стали зимними. Впрочем, это вовсе не означает, что в ближайшие месяцы любители ночного ориентирования еще раз не попробуют свои силы в этом виде спорта. Продолжение следует...